Украина впереди планеты всей. Почему весь мир увлекся украинским принтом? Где можно узнать об истории вышитой одежды и пройдет ли тренд на украинский орнамент? Этно-тема всегда была популярна в мире фэшн. Любая национальная одежда привлекает внимание дизайнеров. Отчего не вдохновляться красками мексиканской одежды или драконами китайского костюма? И вот пришло время украинской традиционной одежды. Последние несколько лет подиум пестрит геометрическим орнаментом украинской вышиванки. Наши же дизайнеры стараются подливать масло в огонь и представляют миру все новые и новые идеи. Мода не возникает сама по себе, на нее влияет ряд обстоятельств и политика в том числе. И вот эта политическая ситуация, которая несколько лет назад случилась у нас в стране, она не могла не отразиться и на моде в том числе. Очень многие бренды в 2014-2015 году начали выпускать одежду с украинским принтом. Происходит одно, второе, третье культуры, потому что кто-то ввел и удачно ввел, да, то есть в коллекцию и понравилось. В 2015 году знаменитый американский глянец возвел украинскую вышиванку в самый популярный тренд сезона. Но путь украинской традиционной одежды на мировом подиуме начался еще задолго до этого. Я считаю, что эта тема вечная, она периодически будет возникать. Это то же самое, как испанская, мексиканская тема в одежде. Украина славится своей символикой, в том числе орнаментом и техникой. Многие дизайнеры говорят, что вдохновлялись на создание своих этноколлекций в украинских музеях. Я решил все-таки вернуться в свою культуру, вернуться в ту степь, от кого-то я пришел. Черпались главные идеи с музея в Лавре, прикладного мастерства. Там, в принципе, очень много паттернс и шейпс, которые я нашел и которые меня очень много вдохновили на будущую коллекцию. Там я сделал первый дизайн. Но не только украинские мастера знают, где можно почерпнуть идеи. В нашем музее в свое время был известный французский дизайнер Жан-Поль Готье. И он вдохновлялся нашей коллекцией. Вместо 15 минут, которые он запланировал провести у нас, он был практически час и был ошеломлен самим ансамблем украинской традиционной одежды, в том числе вышивкой. И пообещал, когда вернется во Францию, создаст коллекцию, посвященную украинскому костюму. И все-таки создал коллекцию, которую назвал «Украина», где преобладал красный цвет, яркая декоративность. В 2005 году Жан-Поль Готье удивляет фэшн-индустрию своей украинской коллекции. Известный кутюрье так вдохновился путешествием по Украине, что создал не просто несколько нарядов с украинским орнаментом, а эффектную коллекцию, показ которой состоялся в пространстве, приуроченном украинским городам и весям. Дальше еще интересней. Неповторимый Джон Гальяна делает в 2008 году нечто уникальное. Создает коллекцию с украинскими мотивами, разукрашивает лица моделей так, что все как одна становятся похожими на гоголевскую панночку. Критики еще долго обсуждали показ, при этом свои овации и восторг знаменитый дизайнер получил сполна. В том же году Фрида Джонини использует украинские мотивы в создании коллекции. В узоре вышивки эксперты рассмотрели орнамент подольских и гуцульских вышиванок. И нельзя не вспомнить показ коллекции Валентина Горовани. Маэстро моды использовал украинскую вышивку в платьях, рубашках и даже в верхней одежде. Уверена, можно утверждать, что украинская вышивка покорила мир, и теперь многие известные бренды используют наш орнамент для украшения своих коллекций. Украинские мотивы привлекают внимание и не выходят из моды. Ни у нас, ни за рубежом. Почему так? В чем секрет успеха? Какой сакральный смысл таит в себе наша традиционная вышитая одежда? В первую очередь рубашка привлекает тем, что она является своеобразным кодом нации, поскольку в ней закодированы древние символы, древняя мифология украинского народа. В первую очередь это были символы обереги, которые должны защищать целые семьи от влияния разных негативных явлений. Солярные знаки, как символ солнца, символ счастья, ромбовидные фигуры, крючки. Одежда разных регионов несет в себе собственное послание. К примеру, символика Полтавского края будет кардинально отличаться от западных областей. И не только орнамент, но и цвет вышивки. Материал одежды – все это обладает региональной уникальностью. Полтавская традиционная одежда – это зачастую вышивка белым по белому. А на Тернопольщине могли позволить себе расшить рукава бисером. Там любили более яркие оттенки. На орнамент также влияло имущественное или социальное положение его владелицы. Если хозяйка была из богатой семьи, одежда расшивалась богаче и пышнее. Украинская традиционная одежда – это сложнейшая работа. Мало иметь иголку и нитки под руками. Нужно понимать, что ими делать. Во-первых, вышивались рукава рубашек, потому что они всегда были открытыми, поскольку плечевой одеждой была керсетка. Еще один важный вопрос – когда же уместно надеть украинский вышитый костюм современному человеку? Это такой вариант одежды, когда не знаешь, что одеть. Даже не обязательно это должен быть какой-то праздник национальный или тематическая вечеринка. Например, вы находитесь на отдыхе, и какой-то вечерний выход. Очень уместно надеть вышиванку, это красиво будет выглядеть. Это может быть даже коктейльное мероприятие уместно. При этом надо отметить, что само слово «вышиванка» – это уже современная интерпретация. Вышиванка – это уже такое привнесенное, современное, укоротить, чтобы не говорить, вышитая рубашка. Мир оценил красоту украинской вышивки. Ценят ее и современные украинские дизайнеры. К одномотивам обращаются Вита Кин, Ксения Шнайдер, Юлия Махдыч, Лилия Микитяк, Алена Сереброва и многие другие украинские кутюрье. Я лично обращаюсь к этому, потому что там очень много вдохновения. Путешествуя по разным странам, я оттуда привожу разные культуры. Но украинская культура, она очень многогранная и очень интересно с ней работать. В этой коллекции у меня сонтрова. То есть я могу сейчас очень много рассказывать. Это декоративная сонтрова, она переработанная. Ее не узнаешь, но видно. Вот если присмотреться к этому рисунку, то, в принципе, истоки сонтровой, вот чашечка, в ней читают. Этно – это не значит только вышивка. Украинские символы есть повсюду. И дизайнеры стараются показать миру и вернуть популярность целым культурам. Таким, как, например, Трипольская. Коллекция знаки по мотивам Трипольской культуры. Дизайнерские фантазии не имеют границ. Поэтому трендом становится даже петриковская роспись. Яркие, пестрые узоры, которые стали достоянием культурного наследия человечества, по мнению ЮНЕСКО, не могут не заинтересовать украинских кутюрье. И кто знает, возможно, петриковка станет следующим этапом в модной тенденции на украинский стайл. 24 августа бренд Сереброва сделал показ в формате Open Air на улице Бассейны в центре Киева. Идея коллекции была – это интересная переработка этно-орнамента, который применялся при росписи домов, потому что петриковская роспись, она никогда не была в костюме. Это прикладное декоративное искусство. Но не вышивка единой. Предметы обихода в руках дизайнера – это тоже колоссальное вдохновение на создание уникальной коллекции. Но культура украинская – это же не только вышиванка. Это и роспись разная, это и дома, и двери, это разные косяки, и штукатурка, которая потрескалась на старых домах. Это все тоже про Украину. Я вам покажу пальто. Там мы использовали элементы городецкой глади. Когда профессионалы по вышивке посмотрели, сказали «да». Что и говорить, даже архитектура может послужить толчком для создания коллекции в украинском этностиле. У меня даже была коллекция, когда я училась еще в институте, называлась «Рутения». Я сделала ее по фрескам Софиевского собора. Множество дизайнеров обращаются к украинским мотивам в своих коллекциях. Все они пытаются воссоздать традиционную украинскую одежду и сделать ее трендом. И это им, несомненно, удается. Интересно, смогли бы современные кутюрье посоревноваться с былыми мастерицами, которые несколько месяцев проводили за работой над одной вышитой сорочкой. Сложнейшая техника – восковые свечи и длинные вечера. Вот какой была работа дизайнера несколько веков назад. Ручная вышивка сложными техниками, ажурными техниками, сетка, вырезание, выкалывание, счетная гладь, техники занизывания. Ведь в Украине известно более ста техник вышивки. Украинской традиционной вышитой одежде более пяти веков. И никакой историк вам точно не скажет, сколько именно. А некоторые эксперты говорят, что отсчет можно вести еще со времен Киевской Руси. Времена меняются, а вместе с ними и мода. Но спрос на этно был, есть и будет всегда. Скорее всего, это объясняется тем, что этно – бездонное море для идей и создание чего-то оригинального и уникального. Любая древняя культура может послужить началу нового веяния. Украина не стала исключением. Сегодня наш орнамент красуется на самых известных неделях моды. Вышитую одежду носят мировые звезды – Дита Фонтис, Кейт Мосс, Кэти Холмс, Лана Дель Рей, Мила Кунис, Холли Берри. И даже Николь Кидман демонстрирует папарацци своей вышиванки. Вышиванка украинская, она должна быть в гардеробе у каждой женщины и не обязательно украинской. Украинские дизайнеры не устают создавать все новые и новые коллекции, в которых зашифрован не просто оберег, но и гордость, уважение к родной культуре. Вот так и передаются традиции от поколения к поколению, от мастера к мастеру. И несмотря на то, что многое в современной вышиванке, да, не похи, и мало напоминает привычную вышитую украинскую одежду… Маки – это, конечно, не традиционная, не классическая вышивка. Это то, что принесено в последнее время. Это не характерно для украинской вышивки. Суть наряда остается неизменной – хранить и чтить Украину, а вместе с ней семью и свои традиции. И, конечно же, радует тот факт, что прославляют и чествуют нас теперь во всем мире.